СВЯТЫНЯ ХАЛДЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА Надо думать, Баблос? Кто такая Иштар? Вот ответ. Вампиры верят, что это великая богиня, которая была сослана на эту планету в древние времена. Иштар – это одно из ее имен. Ты будешь сидеть на железном троне, но сначала нужно принести жертвы. Этого требует повелитель света. А вот у Лолиты есть настоящее имя – Долорес, но Гумберт называет ее Ло-Ли-Та, намеренно добавляя такой важный слог – Ли. Он постоянно повторяется. Аннабель Ли – Алиса в стране чудес, реальная девочка Са-Ли, Анна Ливия у Джойса, к которому тоже отсылает роман, Демоническая Лилит тоже подменяет настоящую Долорес той Лолитой, какой хотел бы ее видеть. Даже дарит новой Лолите другую биографию. Лилит – демоница в еврейской мифологии. В каббалистической теории – это первая жена Адама. В Талмуде Лилит описывается как демон с женским лицом, длинными волосами и крыльями, которая может овладеть одинокоспящим мужчиной, действуя на его воображение. Ее называют «матерью Ахримана» – олицетворение зла в зороастризме. Рассказывают, что она танцевала перед царем Соломоном, который властвовал над всеми духами. Лилит связывают с легендой о том, как Адам после грехопадения на целых 130 лет расстался с Евой. Толкователи Талмуда полагают, что в этот период Адам совокуплялся с ночными демоницами, в том числе и с Лилит, от которых у него, по образу и подобию, рождались исключительно злые духи. Сама Лилит, согласно алфавиту Бен-Сиры, была первой женой Адама, которую Бог создал для него из земли, как он создал и самого Адама. Но молодожены Адам и Лилит сразу же стали брониться в постели. Горделивая Лилит считала себя во всем равноценной Адаму и во время занятий любовью отказывала ему в верховенствующем положении. «Я не лягу под тебя», – заявляла Лилит. А Адам возражал, – «Я не лягу снизу, но только сверху. Ведь ты соответственно мне, и тебе подобает быть снизу, ибо я превыше тебя». Лилит ответила, – «Мы равны с тобой, ведь мы оба созданы из земли». После чего Адам вынужден был применить силу и подчинить жену своим желаниям. Лилит же, считавшая себя полноправным творением Бога, впала от этого в ярость и в порыве гнева, выкрикнула тайное, магическое, непроизносимое имя Бога Яхве. После чего взвилась в воздух и покинула Адама. Разозленный муж, в свою очередь, обратился к Яхве с жалобой на сбежавшую супружницу. Яхве отправил за ослушницей вдогонку сразу трех ангелов, известных под именами Синой, Сансиной и Самангелов. Ангелы настигли Лилиту Красного моря и передали ей приказ о возвращении в семью. Но та наотрез отказалась возвращаться к Адаму. Так своенравная Лилит пошла и против воли Бога, и против мужа. Здесь важно заметить, что Красное море тогда считалось регионом, изобилующим демонами. И Лилит, в отсутствии Адама, предавалась с ними блуду, рожая здесь же демонят с какой-то воистину космической скоростью по несколько сотен в день. Может быть, и по этой причине она вошла в историю человечества как источник неконтролируемого зла. Все зло от женщин. Слыхали такую фразу? Или шершеляфам? Спасибо, Лилит! Ешьте, мои дорогие! Ешьте! В общем, за проявленную непокорность, по всем законам божественного драматического жанра, Лилит должна была умереть, что и было ей оглашено. Но обладая изворотливым умом, Лилит выдвинула обвинителям встречный контраргумент. Звучал он примерно так. Как я могу умереть, если по воле самого Бога я несу ответственность за смерть новорожденных мальчиков до их восьмого дня жизни и смерть новорожденных девочек до их двадцатого дня жизни? Скажете, звучит довольно страшно? Тем не менее, заявление возымело эффект. Далее, Лилит на основании данного юридического казуса предлагает ангелам частную сделку, а попросту подкупает их самолюбие. Если когда-нибудь я увижу три ваших имени или подобных им на амулете новорожденного ребенка, я обещаю пощадить его. Как бы там ни было, но соглашение устроило обе стороны и в результате Лилит отделалась лишь божественным наказанием, три версии которого приводятся в дошедшей до нас литературе. Вариант первый. Сотня демонических младенцев Лилит будет умирать еженочно и от этого она всякий раз будет испытывать нестерпимые душевные муки. Второй вариант. Лилит обречена рожать исключительно детей демонов. И третий вариант наказания. Бог сделал Лилит пожизненно бесплодной. У меня от тебя мурашки по коже. Я еще и не то могу сделать с твоей кожей. В Кабале Лилит дьяволица, являющаяся во сне неженатым молодым мужчинам и соблазняющая их. Согласно каббалистической книге Зуар, Лилит стала женой Самоэля и матерью демонов. Эта интерпретация по всей видимости была заимствована автором книги из алфавита Бен Сиры. Согласно трактату о левой эманации от связи Лилит и Самоэля родился слепой дракон. Дракон этот был кастрирован, чтобы яйца гадюки, ехидны, не вылупились в мир. Те, кто вылупляется из таких яиц, называются лилин. Они покрыты волосами целиком, за исключением только головы. В иудейском быту волосатая и крылатая Лилит особенно известна как вредительница деторождения. Считалось, что она не только наводит порчу на младенцев, крадет их дыхание. В медицине даже существует понятие синдрома внезапной младенческой смерти, называемого также смерть в колыбели. Но и так же она похищает этих младенцев, пьет кровь новорожденных, высасывает мозг из костей и подменяет их самих. Помните вот эти все сказки про подмену царского сына на сына крестьянского? Вот это все оттуда. Ей так же приписывалась порча рожениц и бесплодие женщин. Именно легенды, говорящие о Лилит как об убийце новорожденных, объясняют древнюю традицию подвешивать амулет с именами ангелов возле колыбельки еврейского ребенка. Амулеты и заговоры для рожениц против Лилит должны содержать не только имена трех ангелов, пытавшихся возвратить ее в лоно семьи, но и некоторые имена самой Лилит Батна или Чрево, Одем Краснота или Аморфо, не имеющая формы. Вот тут появляется связь с Красной Королевой одной из имен Лилит Одем, что означает Краснота. Закладочку в уме сделаем. Так же с этим преданием связана традиция повязывания красной нитки на ручку младенцу. В дальнейшем взятая на вооружение и взрослыми людьми. Считается, что Лилит боится красного цвета. Какие-то парадоксы у этих каббалистов. Красная Королева боится красного цвета. Кто из вас съел королевский торт? Чтобы уберечь ребенка от влияния Лилит, его отец должен всю ночь напролет читать отрывки из книги Зуар и других книг Кабалы. Некоторые мидраши в переводе изучения толкования и каббалистические источники говорят о двух ипостасях Лилит. Старшая Лилит, бабушка Лилит, это царица и мать демонов, жена Самуэля, часто отождествляемого сатаной. Младшая Лилит это супруга Асмодея в переводе Искуситель. При этом речь идет о двух образах одной Дьяволицы. Паш! Да-да, Милит. Средние века легенда несколько изменилась. Лилит стала уже не змеей, а духом ночи. Иногда она предстает в виде ангела, заведующего рождением людей, иногда демонам, досаждающим спящим в одиночку или одиноко бредущим по дороге. В народном воображении она предстает в виде высокой молчаливой женщины с длинными черными распущенными волосами. В мифологии древней Месопотамии подобное имя носят ночные демоницы, которые убивают детей и издеваются над спящими мужчинами. Демонологи считают, что Лилит управляет суккубами, демонами похоти и разврата. Демоницы соблазнительницы и демоницы вредящие роженицам и новорожденным с чертами позволяющими отождествлять их с Лилит также упоминаются в свитках Мертвого моря, в некоторых ранних апокрифах христианства и в арабских мифах. Имя Лилит как и ее образ считаются заимствованными из вавилонской возможной шумерской мифологии. В шумерском языке Лиль обозначает воздух, ветер, дух, призрак. Есть мнение, что в имени демонов Лилиту заключена игра слов из разных языков, смешивающая шумерская Лиль дух и аккадская Лилу ночь и приводящая к смеси представлений о демонах этого рода как об исключительно ночных привидениях. Еврейская народная этимология связывает имя Лилит со словом Лайла ночь. В семитских языках, в частности, в еврите слово Лилит является прилагательным женского рода со значением ночная. Кроме этого, в иврите словом Лилит обозначается птица неясыть, разновидность сов. Возможно, именно поэтому Лилит иногда изображается вместе с совой. А как богиню зовут? Ее никак не зовут. Когда-то очень давно ее звали Иштар. Помимо обозначения конкретного персонажа, Лилит в еврейской демонологии служит именем нарицательным для демона женского рода. Лилит в современной демонологии уже не только богиня, пожирающая детей, являясь подругой сатаны или Самоэля. Она соответствует в той или иной степени всем дьяволицам, всем черным богиням. И в этом случае она отождествляется Скали, Умой, Гекатой, Хель и Эрешкигаль. Хотя некоторые традиции четко разделяют темных богинь. Зачастую также речь идет о старшей и младшей Лилит. В этом смысле в имени Лилит скрыто значение темная мать, черная женственность. В любом случае сохраняется и изначальное значение черная богиня губительница зародышей света. Мать жизни и смерти согласно материалам храма Лилит. Цитирую. Из бездонных глубин предначального мрака восстала въявь ты, о мать жизни и смерти, мать всех колдовских чар, дьявольских искусств и сокровенного мастерства порождений, древнейшей ночи, дарительница губительной тайны огненного бытия. Ты породила малых и великих нечистого племени и увлекла их за собой на штурм небесного града. Цитата окончена. Мать демонов согласно книге десяти воззваний Валентина Скавра. Цитата начинается. О, мать Лилит, мать демонов, к тебе взываю, тебя приглашаю. Царица тьмы и нечистых чар, лица твои ночь и ужас, сердце твое средоточие зла. Цитата окончена. Одна из одиннадцати высших дьяволов и супруга сатаны в современном гримуаре Либер-Азерат, изданной храмом черного света. Цитата начинается. От Адрамелека, властителя всей красоты ослепляющей слабых, яд ярящегося хаоса потек дальше и создал десятую антикосмическую богиню Лилит и восьмое острие разомкнутой пентаграммы. О, Лилит, царица темных измерений и княгиня ярящегося хаоса, холодное семя дракона смерти потекло дальше и создало одиннадцатую антикосмическую демоницу, принцессу Нааму и десятое острие разомкнутой пентаграммы. Цитата окончена. Мать Каина и супруга сатаны в книге Майкла Форда Люциферианское ведьмовство. Цитата начинается. Методология совершения этого великого греха такова. Зароастрийские и еврейские жрецы писали, что Ариман Самоэль не имеет способности к предвидению, так что лишь через соединение с Лилит, невестой, которая также является огнем и тьмой, как и ее близнец, может стать целостным противником и обрести способность предвидеть, а также управлять их страстями. Это сама суть процессов магии, пути езер хора, воплощения страстей мага. Цитата окончена. Лилит одна из девяти высших дьяволов в полной книге по демонологии. Итак, подведем итог. Лилит это верховное демоническое божество, супруга сатаны и мать всех демонов. Она же красная королева Иштар Изида, матка Роя и тьма, которая является первоистоком света для поклонников Люцифера. У меня нет имени, но можете называть меня Роем. Ее образ всегда можно найти в оккультных фильмах в виде женщины в красном. Ты меня слушаешь, Нео, или смотришь на девицу в красном? Расскажи, какая у тебя мечта и желание. Попробуй рассказать мне об этом. Я лишь инструмент. И с его помощью Роя неоднократно справлялся с такой угрозой, как вы. Я хочу перестать заниматься тем, что делаю. чтобы не знать, сколько зла в этом мире. Это можно. Благодаря ее памяти я могу понять вашу расу, одну из самых буйных на свете. Этот мусорщик ест ваши рвотные массы. А два миллиона лет назад его предки держали в страхе галактику. А вы двое идеальная пара для размножения. Твое сердце не бьется. Может, его просто нужно снова разжечь. Я рада, что мне не придется вас поглощать. Мне не хватало бы наших бесед. А где свинья? свиньей. обожаю поросячье брюхо от боли в ногах. Свинью дать? idamente львов львов не львов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова